Доллар и евро Сергей Котенков И это та цена, которую нам приходится платить за кризис В его условиях удержать рубль практически невозможно В условиях падения цен на нефть, на металлы, на все традиционные товары российского экспорта Невозможно было удержать прежний курс рубля Сократились валютные доходы резко Удерживать рубль значит раздать спекулянтам золотовалютные резервы И тогда уже не на что было бы поддерживать российскую экономику Именно резкое падение мировых цен на нефть, которые с лета прошлого года, то есть за 5 месяцев Упали со 145 до 35 долларов за баррель Прежде всего стоит за девальвацией рубля Связь прямая, экономика у нас сырьевая Чем меньше цена черного золота, тем меньше валюты идет в ЦБ А значит тем меньше средств может быть выделено на поддержание курса рубля Между тем, по данным ЦБ, лишь за первую неделю после праздников Золотовалютные резервы России сократились более чем на 30 миллиардов До 396 миллиардов долларов Если и дальше такими темпами опустошать золотые запасы страны Ради поддержки курса рубля То очень скоро от них осталась бы только дырка от бублика Отсюда и непростой выбор Либо мы теряем резервы, но держим рубль Либо мы плавно немножко отпускаем рубль Зато мы не теряем резервы Кстати, от более дешевого рубля у нас будет своя выгода Это касается наших экспортеров Нефтяников, газовиков, металлургов Им это выгодно, потому что они получают выручку в валюте Чем она дороже, тем больше их рублевая прибыль Впрочем, в выигрыше не только экспортеры Это выгодно нашим внутренним производителям Которые антируются на внутренний рынок Потому что они находятся в конкурентной среде с импортом С импортными товарами Вот мы становимся более конкурентоспособными на российском рынке Кто выиграет, кто проиграет Я думаю, что есть ожидания Что выигрывают наши товаропроизводители Ориентированные на внутренний рынок Прежде всего, сельхозпроизводители Их конкурентоспособность увеличится Это безусловный факт Но надо признать и другое Девальвация не всем пряник Она не по вкусу, скажем, автомобильным производителям И строительным компаниям То есть тем, кто покупает сырье за доллары А обрабатывает его за рубли Не выгоден слабый рубль и населению В такой ситуации заметно стремление части вкладчиков Переводить сбережения в доллары и евро Хотя основная доля сбережений по-прежнему хранится в рублях За октябрь-ноябрь, по данным ЦБ Доля валютных вкладов в банках Выросла с 14 до 20% Сейчас возникла определенная неуверенность Относительно будущего рубля То осторожные инвесторы Не только спекулянты, валютные спекулянты Но инвесторы Включая, кстати, население Население тоже инвестор Они начали снимать деньги С своих рублевых счетов в банках Неудивительно, что и российские компании Еще в декабре увеличили интенсивность покупки валюты Почти в 10 раз Вывозить скупленную валюту из страны Им оказалось куда выгоднее, чем выдавать кредиты С риском их невозвратов Поскольку коммерческие банки Получили от государства деньги Без каких-либо серьезных обязательств Без, например, обязательства Не вывозить их из страны Меняя на доллары Не выбрасывать их на финансовый рынок Не заниматься финансовыми мошенническими спекуляциями То эта дыра начала давать течь Многих банкиров закружилась голова Они посчитали, что почему бы и не сыграть Против курса рубля И только за октябрь месяц, как известно Мы потеряли 50 миллиардов долларов Вывоза капитала Отток капитала из России в целом за прошлый год Составил почти 130 миллиардов долларов И как Россия собирается с этим бороться в этом году Пока не ясно Во всяком случае, последние заявления главы Минфина Алексея Кудрина Сделанные на этой неделе в Пекине Отодвигают надежды на далекое будущее Рубль снова станет выгодным средством сбережения У кого деньги хранятся больше года или двух Могут спокойно оставлять их в рублях Вот так, больше года или двух А глава Минэкономразвития Эльвира Набиулина Публично заявила, что курс скоро достигнет 36 рублей за доллар Вряд ли такие заявления прибавляют всем уверенность в том, что касается ближайших перспектив национальной валюты Однако некоторые эксперты убеждены У падения рубля есть свои разумные пределы С моей точки зрения, основная часть пути девальвации пройдена И теперь, я думаю, что ЦБ начнет энергичную борьбу со спекулянтами Задача собирания денег расплачиваться по долгам первого квартала тоже решена Теперь ЦБ может действовать чуть более свободно Для того, чтобы решить обе задачи Поддержание социальной стабильности и поддержание финансовой стабильности Нужно понимать, что уровень национальной валюты прежде всего определяется состоянием национальной экономики Принимаются довольно серьезные меры, чтобы ее поддержать Оснований ожидать каких-то дополнительных катастрофических снижений объема производства нет Поэтому нет оснований для того, чтобы устраивать какие-то соображения по валюте Насколько убедительными окажутся эти доводы, покажет ближайшее будущее А пока Центр психиатрии имени Сербского обнародовал свои антикризисные меры Теперь все, кто чувствует душевный дискомфорт, могут звонить туда по горячей линии Говорят, число обращений растет Сергей Козенков, Евгений Федоров, аналитическая программа «Постскриптум»